Всем самый искренний привет! Это Лена из Канады, Ванкувер. Я астролог-таролог. Приглашаю вас на расклад Таро, на такую тему, что поменяется в вашей жизни. Этот шанс нельзя пропустить, какой поворот до судьбы. А сейчас у нас лунные узлы, северные и южные, меняют знак. И то, что сейчас закладывается в вашей жизни, продлится 18 месяцев, полтора года. Это ось, которая будет освещаться в вашей жизни. Это ось вашего характера и людей, которые с вами связаны, то есть интересующего вас человека, вообще в вашей жизни. Потому что в каждом гороскопе есть такое понятие, как архетипичная астрология. Астрология. И там у вас есть ось, овен, весы. И это внутренний ваш овен и внутренние весы. Есть еще асцендент, это время и место рождения. Это самое важное. Это кто вы на самом деле по знаку зодиака. И тогда нужно смотреть, кто вы по асценденту. То есть время и место рождения. Таким образом, вы будете знать тоже, какие знаки будут важны для вас. Это ось знаков. Например, такая ось, как у кого-то. Если вы телец по асценденту, то будет у вас такая ось телец и скорпион, например, освещаться. То есть есть такие три уровня. Архетипичная астрология. Это независимо от вашего места и время рождения. Это все знаки в вашем гороскопе. Это такая психология астрологическая. Это я первая сказала. Там будет освещаться ось именно для вас. Это ось себя и других людей на это время. Есть асцендент. Это ось асцендента. Это куспит вашего рождения, в каком доме. В каком, вернее, в каком знаке, да, первый дом. И первый, седьмой дом будет освещаться. То есть зависит от знака вашего асцендента. И куспит – это градус вашего знака, который находится в первом доме. Но это так немножко закручено. Астрология – вещь не такая простая. Но если вас не знаете, не волнуйтесь об этом. И еще есть понятие вселенский мир. Вселенский мир – это общий мир. И если мы хотим чего-то от этого общего мира, нужно узнать, что дать ему, чтобы что-то получить. То есть, ну, это супер важно. Эта ось во вселенском мире – овин, весы. Сейчас эта ось, она освещается именно лунными узлами. Лунные узлы – это натянутая такая ось. Что мы получаем и что мы отпускаем. Мы получаем все по северному узлу. То есть что-то новое, неизведанное, идти вперед. И что-то отпускаем из жизни, отработанное, кармическое по южному узлу. Северный узел во вселенском гороскопе мира, то есть нас с вами касается всех – это овин. Овин – это северный узел. То, что нужно нам взять. Овин – это инициация, это начинание, это хорошее настроение, оптимизм для того, чтобы идти вперед. Ну так, в двух словах там, конечно, намного больше есть. Но два слова – так сумма, резюме. И весы – это не только партнерство, нет, ни в коем случае. Весы – это уметь взвешивать. И отбрасывать ненужное, и взвешивать, да, умение балансировать. Не сомневаться, а прийти к такому пониманию твердости и в то же время перемены. Ну так все очень интересно, конечно. Итак, весы – это южный узел будет в весах. Южный узел – отработанная карма, то, что не нужно больше, то, что отжило. Мы цепляемся к тому, что хорошо, и не понимаем, что хорошее тоже… Заканчивается когда-то, да. То есть здесь вот об этом. Эта ось будет важна. И я хочу сказать, что важно знать, что в это время перемен, да, потому что ось первая, первая седьмая, вот такая, да, овенская ось – это всегда перемены. Овен никогда не стоит на месте. Овен есть у всех знаков гороскопа. Не путайте ничего. То есть сейчас время перемен. И в зависимости от вашего знака мы сейчас посмотрим, что для вас будет этим пивидным моментом, моментом перемен, что поменяется в вашей жизни, какой поворотный момент сейчас у вас и вообще в мире. Вы его знаете в мире, но никто, в общем-то, не хочет, чтобы я об этом делала в видео, хотя это супер важно. И шанс, который нельзя пропустить. Какой именно вам шанс нельзя пропустить? Когда касается лунных узлов, я вам советую все-таки думать о вашем лунном знаке, да, потому что где у вас луна была при рождении, это можно узнать, есть масса бесплатных программ, это важно. И где у вас были лунные узлы при рождении, тоже важно, поскольку тогда мы видим, что будет гармонично и как это будет влиять. Например, если у вас лунные узлы были в кардинальном кресте, то есть лунные узлы были то ли в Овне, то ли в Весахе и так далее, да, то это одно, если в мутабельном или же в фиксированных знаках, в фиксированном кресте или мутабельном, совсем другое. Вот, и, ну, смотрите, как вам хочется. Если вы знаете только солнечный знак, тоже информация будет нужна вам эта, смотрите по солнечному знаку. Но не забываем, что солнечный знак очень мало говорит о человеке. В основном о человеке говорит, ну, все, это асцендент и другие параметры, поэтому все знаки есть в вашей карте рождения и все знаки важны. Я буду еще делать, очевидно, другие расклады на тему, лунных узлов будем смотреть. Но вот сейчас, когда у нас раз в полтора года происходит вот такое событие, когда лунные узлы, кармические узлы, еще по-другому называются, меняют знак, мы должны понимать, что это время перемен. И те характеристики, которые имеет это время, они находятся именно в засекреченной информации этих знаков, где лунные узлы сейчас вот вообще во вселенском понимании, да, находятся. Так что нужно приглашать в свою жизнь какую-то инициацию по ОВНу. ОВН есть у всех, еще раз напоминаю. И отпускать то, к чему вы привыкли. Отпускать то, чего вам трудно отпустить. Вы сомневаетесь, выбрасывать эту кофточку или заканчивать эти отношения, потому что весы вечно сомневающиеся. это такой пункт кофе сомнения, да, там ни партнерства, ни дипломатия нет, а именно сомнения. Ну и опять, если вы знаете, например, себя, как весы по Солнцу, вы о себе очень мало знаете, понимаете? Вы о себе знаете какой-то параметр, например, вашу руководящую планету по Солнцу. А так вообще, если так думать, что, например, если я, например, весы по Солнцу, да, это вообще-то гороскоп Солнца, потому что весы вот в этот период осени, то есть Солнце в весах находится у нас со второй половины где-то с конца сентября и до конца октября, да. Другими словами, что когда Солнце в весах, то это гороскоп Солнца, это не гороскоп меня, например, потому что я весы по Солнцу, понимаете? Это говорит о том, что когда я родилась, Солнце было в падении, то есть, ну, я такой человек, может быть, больше такой склонен к грусти, к анализу, ну, естественно, Дева рядом, я, кстати, по асценденту Дева, и так далее. Ну и все, это все, что это во мне говорит. А нас говорит в основном асцендент и тоже разные параметры, например, кто вы по Луне, где у вас Венера, где у вас Марс, вот, ну, все это, это Синастрия, это, это, ну, мы не такие простые все, как кажется. Anyways, итак, ну, где же, где же у вас будет вот этот пунктик, да, пунктик в вашей жизни точка невозврата, точка поворота судьбы. Об этом будет расклад. Я вам предлагаю расклад на картах Колесо Года. И Колесо Года я взяла, чтобы посмотреть, взять карту для каждого знака зодиака. Просто такой быстрый гороскоп. И не забывайте, пожалуйста, что у вас есть все знаки зодиака, поэтому смотрите все карты из 12 этих карт, как 12 месяцев, 12 вот этих братьев месяцев, вот эта сказка. Составляйте свою картинку мира. Все эти карты, все знаки есть у вас в карте рождения. Так что вот, смотрим для всех знаков зодиака. Для Овна уже вышло. Овны, вы боитесь чего-то. И это карта страха, видите? И с одной стороны, девятка меча говорит, что страхи, ну, беды закончились в вашей жизни, но вы привыкли бояться. Эта карта говорит, выходите, потому что, выходите из состояния страха. Потому что это состояние, это только что вы привыкли бояться. Вы привыкли бояться двигаться вперед. Остановитесь, просто остановитесь, посмотрите этому страху в глаза и скажите себе, я больше не боюсь, какой смысл бояться? Какой смысл? То есть девятка меча говорит, какие-то проблемы у вас уже закончились, Овны, и все идет к лучшему. Тельцы. Четверка меча. У тельцов тоже есть состояние, что вы застряли. Вы застряли тоже в каких-то неудачах, безденежье, или же неприятные отношения, какие-то вопросы, которые вы давно не можете решить. Это карта прокрастинации. Это тоже карта, вот немножко сезонная, можно сказать, что тоже здесь, видите, но это сезон души, да, не сезон так в жизни, а души. сезон зимы, это собраться силами, восстановиться, это сезон вашей души. Зимняя карта, она говорит, что вы давно уже, как бы, не баловали себя, что ли, или не были оптимистом, вы давно уже застряли в ощущении, что не везет. И видите, и у Овнов, и у Тельцов похожие карты. Так что, и первый, и второй знак, вам нужно знать, что мечи, это, конечно, troubles, это проблемы, это может быть мысли какие-то всякие, хорошие, плохие, но мысли, это лента, кинофильм. Не нужно цепляться к мыслям, и не нужно думать все время позитивно, это тоже вредно. Нужно думать актуально, но у нас, я уже говорила не раз, мысли, они так идут, как кинофильм, и мы просматриваем их, это же интересно, рассматриваем, вот такая мысль пришла, она мне нужна, если я буду действовать по этой мысли, будет мне лучше или хуже, вы с ней торгуетесь мыслью, да, торговля такая, да, это как Венера, торгуетесь мыслью. Если вы чувствуете, что мысли вам неконструктивны, вы ее просто как бы игнорируете, потому что мысли приходят не от нас, они приходят от того, кто нами руководит, за ниточки дергает от Всевышнего. Если это касается мыслей, но если касается этой проблемы в деньгах, то двигайтесь дальше, не сидите, не ждите, деньги будут, раньше не было, но что? А по этой карте какие-то внутренние страхи у овнов, от которых нужно вам уйти. теперь я посмотрю для близнецов. Это карта звезда, это очень хорошая карта. Близнецы, вы просто как звезда сейчас, сейчас поворотный период в том, что, ну, сиять нужно, нужно сиять, это ваша задача жизненная, потому что, если вы не будете сиять, то за вас сиять никто не будет, никто не хочет сиять за другого, никто не хочет давать сияние другому. Ну, то есть, может вы и хотите это делать, но это будет как бы ваше сияние у другого человека, то есть это грех, это грех, как бы зажигать звезды за кого-то, да, зажигать свою звезду. Нам кажется, что это не грех, но мы такие все религиозные, как-то у нас религиозная, она нам вывихнула мозг всем, да, мы такие странные религиозные, думая, что мы помогаем другим, когда им говорим, как жить. Я как блогер это на себе каждый день чувствую, я удивляюсь людям, как неапроприят, они мне пишут комментарии, некоторые, ну, так неапроприят, что просто дико совершенно читать, хотят мне помочь сиять, так как им угодно. Ну, я к чему это говорю? Не для того, чтобы пожаловаться, боже упаси, я с этим нормально делаю, я хочу вам сказать, что не пытайтесь сиять за кого-то, то есть, на самом деле, у вас могут быть лучшие намерения, но лучшими намерениями часто вымощена дорога в ад, то есть, легче всего указывать другому, как ему жить, видеть в нем погрешности. Карта, звезда говорит, сияйте сами, близнецы, у вас время сейчас поворотное, время блестящее, время блестящее, вы можете сейчас стать богатой, красивые, успешные, все самое лучшее может быть у вас. А теперь знак зодиака рак, это очень хорошая карта, это шестерка Пентакли, и говорит, что у вас раки, просто щедрость вселенной, это вы найдете лучшую работу, вы получите эти бумаги, которые хотели, вы получите это повышение по службе, эти радости, этот ресурс, этот дом, эту визу, эти выплаты, ну вот все, все, что хотите. Здесь шесть каких-то элементов вашей жизни, в которых у вас будет прорыв. Это щедрость, это щедрость души, это щедрость ваших предков, это щедрость к себе, это жизнь, когда, знаете, щедрое солнце, когда, ну солнце как жизнь, что дает вам, жизнь к вам щедра. Это время вот такое, когда действительно поворотный период, если до сих пор вы были истощены, или вы чувствовали, что вам не везет, то именно сейчас все поменяется, все меняется в лучшую сторону для вас. Теперь знак Зодиака Лев. Это рыцари, рыцари меняют жизнь, они приносят новости, и то, что несет рыцарь в руке, то и ваше, это деньги, это ресурсы, это удовольствие, это прояснение пути. Пентакль, это не только деньги, это как солнце, то есть результат, успех, хорошие новости, человек денежный, который может вам встретиться. В скором времени вам встретится денежный человек, с которым вы можете быть очень счастливы. Это какие-то, опять же, получение того, чего вы хотите, просто скажите, чего вы для себя хотите, именно это вы и получите, это точно. Итак, Дева. Для Девы у нас карта Judgment, это карта, Страшный суд называется, здесь есть религиозная карта, для того, чтобы как пример привести, религия как пример, ну, как бы пробуждение к жизни. Девы, пробуждайтесь жизни, просыпайтесь, начинайте жить качественную жизнь для себя, в качественной жизни завтра, там, не в сундуке, это качественный наряд, ну, это, ну, понимаете, да? Жизнь нельзя сохранить путем того, что ее сберечь, жизнь, жизнь нужно жить, она сохраняется, становится живая и успешная, когда мы живем. Judgment карта немножко такая, знаете, ну, старший аркан, можно про нее целый день говорить, да? Это карта откровения от Иоанна, когда там все эти печати, седьмая печать скрывается, это побороть страх какой-то свой, побороть страх, вам нужно. Это тоже карта того, что вот эти все, там, всадники, колесницы в небе, это все, все вот эти от Иоанна намеки на что-то непонятное до сих пор. Ну, каждый понимает, как умеет, да? Там интерпретация у каждого своя, может быть. Но когда в карте выходит страшный суд, это карта кармическая, это, это, не судите, с несудимыми будете, не судите себя, не судите свои ошибки, забудьте о них. Ошибки, какие-то тонкости вашей жизни, просто идите дальше, потому что, ну, вы не можете все исправить, а не бойся. И по этой карте я бы сказала, что сейчас ваш род, ваша женская и мужская линия рода отпускает вам грехи. Что такое грехи? Это когда мы себя считаем грязными, когда мы себя, себя обвиняем, это не смогла, это не успела, это не сделала, там, для себя, для других. Ваш род делает вам такую абсолюцию, отпускает грехи, и чтобы вы больше себя ни в чем не обвиняли, да? Потому что, ну, куда батюшка может отпустить грехи? Это же только наша вера в то, что батюшка там может. А у батюшки там, у него к нему пришли тысячи человек, что вы думаете, серьезно он вас слушает? Нет, конечно. Вас слушает ваш род, а род это ваша совесть внутренняя, да? И сейчас в этот момент я говорю, что забудьте то, что не вышло, идите дальше, двигайтесь дальше. Пусть этот Архангел Михаил в вашей жизни появится, который вас возродит. Но здесь это возрождение, карта Джаджмент, это о том, что вы вернете то, что потеряли, я бы сказала. Да? Где-то так. А теперь весы. У весов хорошая очень карта. Это карта Пажа, Паж Чаш. Вот смотрите, Паж Чаш. Паж, это еще не результат, но это поиск результата. Ищите и найдете. Стучитесь, и будет вам открыто. Это для весов. У вас не время результата еще, а время поиска. Это самое интересное время. Когда уже есть результат, ну, результат есть. Он бывает всякий, и мы хотим только там положительного результата. Но отрицательный результат это опыт жизненный, который в любом случае приведет в конце концов к чему-то хорошему. Но это карта, знаете, такая весенняя, то есть когда весна на душе, когда все хорошо. Это карта радости и скорее всего связана с партнерством. Потому что Чаша, это любовь, это эмоции, это не обязательно партнерство, как только в отношениях. Ну, что для вас партнерство? С чем вы сейчас работаете или с кем? С этим будет все хорошо. И я бы сказала, что поворотный момент в Пажах он связан с тем, что Вселенная хочет, чтобы вы посмотрели в другую сторону. Потому что рыцарь, это вот уже идет. Вот уже идет, и там не смотришь назад или вперед-назад или лево-право, уже на тебя просто идет. Это известие, перемены и так далее. Но когда Паже, нужно посмотреть вокруг. Чтобы найти то, что вы ищите, уважаемые весы, посмотрите в другую сторону. Там есть то, что вы ищите. Теперь для Скорпионов, что вы найдете? Какой поворот? О, карта влюбленная, шикарно. Найдете новый этап в любви, новый этап в карьере, прекрасное здоровье, радость, какое-то счастье. У вас вообще-то, это будет очень все хорошо, это замечательно. Но влюбленный, это когда человек понял, что он осознанный, да? Что он может осознать свое счастье, может осознать себя. А значит быть интереснее жизнь. У вас жизнь начнет быть интересная, да? И именно интересная жизнь, она не забывается. А вот если годы, например, когда была сера, все, мы их и всех забываем. Пусть это будет для вас картой, помощью в том, чтобы вы нашли новый интерес в жизни. Интерес может быть любовный, или профессиональный, или еще какой-то. мы работаем на интерес. А если что-то получается, это уже бонус. Работайте на интерес, и у вас все получится. У вас, скорпионы, будет прорыв, прорыв в том, о чем вы сейчас подумали. Дальше у нас идут стрельцы. У стрельцов просто прямо и четко. Десятка пентаклей, деньги, и еще раз деньги. Успех, и еще раз успех. Ресурс, и еще раз ресурс. Ценные отношения, ценная жизнь, ценные моменты, о которых нельзя забыть, большое счастье. Ресурс, да, здесь какой-то виноград, да, виноград, это же ресурс. Понимаете, виноград же не ищет там, где лучше, легче, а ищет там, где интереснее. Вот когда мы ищем там, где интереснее, тогда мы не зря работаем, да, потому что работать только за деньги, это зря работать. Понимаете, сейчас это даже уже не бумажки, а просто номер, ну и что. Работать нужно на интерес. И здесь может отношение с кем-то очень-очень деятельным, интересным, ярким, или поездки какие-то приятные. Много денег, много денег идет в вашу сторону. А теперь для козерогов. Для козерогов у нас тут тоже паш. Здесь такой интересный паш, это вы тот, кто считает деньги, да, вы считаете здесь деньги какие-то, видите, счеты, помните счеты в школе? Напишите, если вы еще были в школе, когда были счеты. Я в первый класс пошла, я обожаю математику, у меня именно в этом есть таланты. И я помню эти счеты, как я это обожала, боже мой, это была просто магия какая-то, эти счеты. Ну вот видите, вы считаете, что вы считаете? Паш, ну это поиск, он заработка. То, что вы сейчас ищите, вы найдете. Не обязательно поиск заработка, это Венера, Венера же она считает. Меня спрашивают, любит ли он меня? Ну понимаете, вопрос такой, он такой весь, такой весь напряженный. А Венера говорит, посчитай на счетах, нужно дать и получить любовь 50 на 50. Если вы его любите на 90%, а он вас на 10, вам такой человек не нужен. Или это работа, которую вы не любите, но там какая-то зарплата хотя бы есть. Это тоже нужно менять. Паш, это тоже поиск, это поиск денег, который увенчается у вас успехом. Да, вот что будет все хорошо. А теперь я посмотрю для Водолеев, если вы мне позволите. Водолей. Водолей. Ух, тройка Пентакли. Это любимая карта. Здесь на этой карте вы рисуете, или вас рисует какой-то портрет. Кто-то вас любит, за вами следит, хочет познакомиться, хочет вас любить, кто-то хочет вас принять. это утроится доход, это утроится внимание того человека, о котором вы думаете. Это три человека вам встретятся. Если нет никого, найдете из них, выберите, кого будете любить. Пентакли, это ценности ресурсные. Да, это может быть ваша профессия, три какие-то курса взять, получить образование, три работы рассмотреть, пока найдете то, что хотите. Если переезд, три дома какие-то рассмотреть, пока не найдете тот дом, который где захотите жить или снимать, или купить. Здесь тоже, знаете, нужно выбирать из трех. Иногда нам кажется, окей, нам снимать или жить в своем жилье, он тоже вопрос такой на засыпку. Вот здесь у нас в Канаде снимать сложно. Чтобы снимать что-то хорошее, нужны огромные деньги. Ну и чтобы купить, тоже нужно огромное, потому что жилье очень дорогое. То есть это сложно. Но тем не менее у вас будет ресурс, чтобы или жить там, где хотите, или с тем, кем хотите, или заниматься тем, кем хотите. Вселенная будет щедра к вам. Она даст вам в три раза больше, чем вы хотели. И на все ваши вопросы ответ да. Вы получите и будете довольны результатом. Рыба. Для рыб у нас королева. Королева. Королева чаш. А сюда можно послать свободно двойника. И вы окажетесь у меня в студии. Здесь мы с вами поговорим. Строитесь в моем доме. Я предложу вам кофе. В общем, да, это виртуальная дружба. Это то, что... Это будущее в этом. Хотим мы этого или нет. Может, мы этого не хотим. И так сопротивляемся сильно. Но в этом будущее. Королева – это вы. Это удобное положение. Королева чаш – это то, которую любят. Ну и та, которая любит свою жизнь. Не обязательно только человека. Потому что можно человека любить. Опять же, и раствориться в нем. И потерять себя. То есть не потеряйте себя в другом. Потому что у нас такое чувство иногда бывает, что мы хотим очень сильно кому-то понравиться. Королева чаш – это да, красивая, которая хочет кому-то понравиться. Будьте с этим очень осторожны. Потому что, во-первых, можно понравиться не тому, кому мы нужны. И человек от вас не отстанет никак. Может быть, это понравиться нужно себе. В том смысле, что, понимаете, нет некрасивых людей. Есть люди, которые в себе не любят большую часть. И тогда они такие ходят, половинчатые всякие, надкусанные такие, неполноценно себя видят. Королева чаш – это, конечно, успех любви. Если вы ищете любовь, вы найдете себе любовь. Что вы ищете? Вы ищете красивую жизнь. Именно на этой карте мне нравится, что вы красиво живете, вы довольны, вы будете довольны собой. Ну, а это большое искусство. Я об этом говорю с 16-го года на моих каналах. Искусство – жить красиво. Это то искусство, которому нужно учиться всю жизнь. Особенно такие, как мы из Советского Союза, где действительно была сера для меня лично и для всех вокруг меня, кого я знала. Я знала очень многих людей. Но, может, кто-то видит ностальгию эту по-другому. Мы привыкли, мы не могли жить красиво, потому что... Ну, вы знаете сами, почему я не буду об этом здесь говорить. Нам очень трудно жить красиво, другими словами. Мы себя отказываем часто. Если мы там выросли, да, мы говорим, да нет, не для меня. Я потом, я как-нибудь. Мы не умеем жить красиво. Да и вообще искусство жить красиво – это сложно очень. Но оно меняется со временем. Научитесь. У вас сейчас шанс, Ройбе, научиться жить красиво, с наслаждением. А это, конечно, нужно себя организовать, потому что за нас это никто не организует. Но если кто-то не хочет сложно слышать, то по-простому у вас будет, конечно, любовь. Любовь, все реализуется как нужно. Вы будете любить того, кто любит вас. Вот этот баланс любви – это королева чаш. Так что вот у вас это будет. А такие расклады. Я сейчас не забуду сделать фото этого расклада. Очень красивый расклад для всех знаков. И я делаю в одном видео, чтобы вы могли послушать все знаки, поскольку у вас все знаки есть в вашем гороскопе. А если какой-то знак, в каком-то знаке нет планет, то наоборот этот знак нужно вам культивировать, поскольку он как бы у вас в тени находится. Пишите комментарии. Мне интересно, как у вас расклады проигрываются. Пусть вам во всем везет. Пусть во всем будет хорошо. Спасибо огромное спонсорам, меценатам, патронам моего канала. Огромное спасибо. Я знаю, я вижу звездочки возле ваших имен. Я благословляю ваши имена. Ну и всем, кто пришел, благодарю вас. Пусть вам везет. Пусть у вас будет все хорошо. Позаботьтесь о себе. И еще увидимся.